Папа меня учил. Говорит, Вова, запомни, никогда никому не давай деньги под бизнес. Я это проходил, говорит. Я проходил, я знаю, чем это все заканчивается. В лучшем случае, может быть, тебе их вернут. В лучшем случае. Он говорит, я это все проходил, я это все видел, говорит. Последний долг, который дал мне не вернули. Ну, там, половину процента. Ну, там, он небольшой был совсем. Но мне ему не вернули. И самое интересное, что теперь, по-моему, даже знаете, ну, это там, знакомый подумал, и даже когда я смотрю, а как теперь, как враг народа теперь, что ли, для них. Как будто я это виноват, беспроцентный, там, дал людям помочь. Не, ну, я даже и простить, мне это все мелочи для меня. Но сам факт, что я еще и виноват, получается, в конечном счете. Ну, это, кстати, из той серии, почему в Европе не любят русских? Хотя русские-то освободили Европу. А почему они не любят? Потому что, опять же, в психологию, там, как бы, стали свидетелями, как бы, насилия этой Европы. И пришли, освободили ее. И вот у них тоже комплекс из-за этого, получается. И они для нас, значит, визы создают препятствия, и в этот момент они арабов запускают. Это не то, что логики подаются, вообще ничему не поддается. Но откуда? Вот комплекс у людей. Комплекс. Хотя им же помогли, а ну, они мыслят как-то по-другому. То есть, в долг не? Ну, я друзьям, да и партнерам. Пока возвращали. Ну, у нас есть сейчас можно, я считаю, что, если ты, как сказать, можно дать такую сумму, которую тебе не жалко потерять. Я называю это «продай друга». То есть, у тебя есть друг, и он у тебя просит денег. Сколько ты можешь ждать денег, что он их возьмет, и больше он тебя никогда не увидит? Ну, ты его никогда не увидишь, потому что он исчезнет. За сколько ты можешь продать своего друга? То есть, оказывается, что многим людям ты можешь отдать деньги, ну, то есть, насколько ты ценишь, как бы его, или насколько он тебя ценит?